здравствуйте во первых с факелом была небольшая предыстория по ходу прошлого сезона еще вот когда зимний перерыв был мне звонил главный тренер на тот момент пыль пыль был да не помню имени фамилии как бы у нас был разговор он спрашивал интересовался что у меня по контракту вообще срок условия и говорил что он заинтересован в том чтобы я как бы в зимние это трансферное окно пришел но если не получается то как бы летом разговор велся ну сезон закончился бы у меня стемей закончился контракт решили пойти разными путями ну и я начал рассматривать все предложения какие были честно скажу много было разговоров очень много но конкретики как таковой не ощущал я потом позвонил сергей григорьевича борин мы поговорили ну как бы он мне высказал свою позицию я его услышал как бы мне все понравилось и дал согласие приехать чему я рад так что каждый новый сезон новый вызов надо развивать себя работать как сказать я изначально не собрался вратаром становиться я играл впереди в детстве был нападающим и достаточно неплохим нападающим как бы мой первый тренер осенькин игорь витальевич который приезжал сейчас чертанова с команды и как бы он считается хорошим тренером и он хорошо нас тренировал мы были легко обучались у нас очень хорошая команда была очень хорошая я не буду по именам фамилиям говорить но с той команды человек 10 минимум премьер-лиги играет и как бы я играл впереди впереди там была какая-то игра одна мы играли с соперником на год старше нас первый тайм я вышел в нападении вышел не помню забил или нет второй тайм то ли у нас по очереди было я не помню и мне надо было ворот остановиться и назначили пенальти но ворота гонбольные небольшие назначили пенальти не смог его вернуться от мяча получается попал у меня притом сильно попал с тех с тех пор как бы на меня обратили внимание что мяч меня летит так что уже неплохо и начал потихоньку заниматься потихоньку заниматься потом просто стали больше бегать еще начали на физику упор делать я понял что я не особо любитель много бегать так что я больше тяготел к воротам а так большое влияние ну на меня оказал отец ну поддержку тоже он большую мне дал в плане того что он не был вратарем ну как бы он был спортсменом там занимался там борьбой дзюдо я имею ввиду он меня двигал когда я не хотел идти на тренировки у меня были другие какие-то дела ну хотел бегать там учиться он показывал что надо идти надо достигать цели когда я уже считал себя спортсменом он мне показывал что ты вот думаешь что это все тяжело вот люди работают и брал мне на работу я работал на стройке просто я мог неделю на стройке работать красить ворота щебень там отгружать там песок просеивать работал и тогда я понимал что это реально тяжелая работа спасибо ему большое по вратарям ну как бы мое становление проходила когда на мой взгляд лучшим был игр и и киркосилис как бы я в принципе не высокий вратарь да примерно наши антропометрические данные они как-то схожи и мне импонировала его игра и я старался старался быть на него похожим но он левша я правша но ничего страшного как бы его и считаю вратарем за эти сколько там девятнадцать лет как вы сказали сейчас есть много новых молодых вратарей такие как терштеген там облак там дыхе мой зоровестник в принципе они показывают хорошую игру я помню этот матч это один как бы одно из любимых моих воспоминаний вы говорите что у нас был звездный состав но на тот момент на тот момент я скажу по секрету условия факели были в два то и в три раза лучше чем у нас волгаре на тот момент стерехова никто не знал фармина никто не взял это были люди из вторых лиг которые были никому не нужны и так большинство да у нас были парни которые поигравшие такие как саша алхазов там иван слукьянов бронемир петрович ну у нас был сплав опыта и молодости не было какой-то звездной команды я так скажу матч был хороший как бы не запомнилась именно поддержка трибун но очень много людей было когда очень много людей болеют независимо за тебя или против тебя это совсем это другой вид спорта другой футбол ради этого мы играем как бы хорошо что мы выиграли тогда конечно я этому рад но тогда воспоминания именно о воронеже о факеле о болельщиках положительные остались просто не знаю бывают минуты ностальгия накатывает берешь включаешь просматриваешь по поводу уровня лиги мои ну чисто мое мнение я считаю что уровень футбола в первой лиге и именно по именам я не знаю по опытным игрокам он упал он упал с тех пор как я дебютировал в первой лиге но это лет пять шесть наверное он упал реально потому что когда я дебютировал играли такие люди как бояринцев образно говоря там ахметович за белгород играл люди поигравшие с историей они забивали в премьер-лиги в еврокубках где угодно финансовые условия были других было как бы больше команд которые стремились наверх а сейчас сейчас но о чем говорить если команд такие команды как спартак 2 как чертанова они сейчас наверху они показывают именно они показывают футбол я знаю что большинству команд предлагают как бы один из методов обыграть их как бы задавить их физической силы мужской силы они у кого не получается потому что они такие же а сейчас других командах везде везде молодежь везде молодежь ну не так много людей не так много людей опытных осталось именно и слишком большая разница сейчас между пример лига и фнл по финансам именно раньше человек мог там играть перейти и он даже приобретал в первой лиге потому что были богатые владельцы клубов которые заманивали игроков чтобы они у них играли и он им больше платил чем человек получал пример лиги сейчас такого нет сейчас есть ты хочешь зарабатывать если хочешь быть успешным ты лезешь туда пример лигу ты хочешь любыми средствами залезть и тогда ты как бы более-менее может себе что позволить жизни средняя зарплата ну как бы в первой лиге по регламенту насколько я знаю там порядка 300 тысяч ну да где-то делает чуть больше где-то чуть меньше там на счет каких-то обходных путей но глобальных каких-то зарплатам нет здесь по поводу лимитчиков 98 года я считаю что это неправильно я считаю что неправильно во первых это неправильно по отношению к людям которые не 98 года почему потому что нам никто не давал такую возможность если ты просто у тебя ты подходишь под год у тебя больше шансов играть мое время было если ты хороший молодой или взрослый в любом случае если два есть одинаковых игрока до один молодой один взрослый но будет ставить молодого ну при любых раскладах потому что его можно продать во первых будет дольше играть чем у него как бы в карьера только начинается сейчас получается что я не говорю что вся молодежь плохая есть хорошие люди есть крути то есть они хорошие они так и так будет играть что вот сделали во второй лиг 2 ли мячка должна играть и вот играют парни молодые парни наша сборная молодежная юниорская с тех пор что-то выиграла ничего не выиграла все все победы были до этого все победы были до этого на молодежном миниорском юношеском уровне поэтому мне кажется в первую очередь что дай бог чтобы я ошибался но мне кажется что такие меры ничего не дадут российскому футболу просто люди будут думать что они будут всегда играть вот он играет сейчас за счет того что он 98 года рождения получает практику у него возрастает само мнение это в начале он думает молодой он думает что я игра мне надо слушаться там постарше там делать что-то туру пятнадцатому двадцатому он уже начинает думать что он игрок что он игрок с большой буквы дальше начинает уже как бы какие-то условия свои ставить да а на следующий год он получается он уже не девяносто восьмого года да ну он девяносто восьмого года но лимит другой и ему уже никто не гарантирует место составе и в большинстве случаев они перестают играть во первых и человека теряем который мог бы в перспективе есть планомерное развитие шло стать кем-то я так думаю моем но частичка сердце у меня навсегда осталось в астрахани потому что провел там пять лет и 5 может четыре с половиной и как бы по факту мы были команды которые которые никто не знал в течение того времени как я там был мы стали команды которую все узнавали потому что мы сначала стали шестыми потом стали четвертыми играли стыковых матчах следующий год у нас все пойму как бы большинство игроков ушло мы собрали новую команду мы боролись за выживание мы выжили следующий год мы опять ставили высокие цели как бы шли вверху турнирной таблицы и я благодарен астрахани потому что как бы можно сказать что именно она дала мне большой футбол но большой футбол в плане фнл именно я прочувствовал все эйфории что ты играешь до того момента когда ты пытаешься выжить выжить ты борешься за себя свое имя и у тебя все получается короче когда ты находишься на разных полюсах вообще астрахань в принципе славится рыбалкой рыбалкой люди приезжают туда рыбачить бы удивленно приезжают из-за рубежа с москвы на выходные ездят снимают домики ну там очень сильно развита туристическая тема снимают отдыхают там но я не рыбак честно скажу это все было мимо меня радовался мой отец который любит порыбачить и приезжал взял рыбать отдыхал по поводу мошек из фаранчи честно сказать по мошкам там бывает период начало июня не середина вот середины июня до начала июля нашествие мошкары потому что спускают там дамбу в районе волгограда волского и как вода там спускается и вот они идут и мы по большому счету пропускали ну не заставали мы приезжали на сборы не на сборы а уже на постоянное проживание со сборов и уже мошкары не было по поводу саранчи один случай был удивительный но говорят что такого не было в истории вообще именно астрахани может было но очень редкое явление играли мы с кем-то фенн играли с кем-то не помню матч проходил 8 часов или в 9 часов вечера и просто было нашествие саранчи просто нашествие вот если на прожектора посмотреть можно было то просто ты видишь как вот как фильмах ужасов вот просто летает вот такой полчища туда-сюда везде на поле на беговых дорожки на беговые дорожки не видно было не просто вот лежали вот чуть ли не друг на друге бежишь по поле и хруст на стороне чего наступил дети приходили ну как бы это потом жены футболистов рассказывали но обычно все семьи приходят там отдельный сектор был сидели там играли с дети уже знакомыми с собой были и просто там такой крик стояла когда саранчу вели они все экстренно уехали воспоминания веселая конечно ну по-моему самое главное ему выиграли тогда поэтому с радостью вспоминаю такой момент ну по поводу голов я так скажу для меня каждый мяч пропущенный обидный не бывает такого что вот девятку залетел это не обидно вот этот под руками прокатился этот обидный каждый обидный потому что мы работаем и каждый день иногда по несколько раз день мы работаем над тем чтобы не пропускать свои ворота мы трудимся потеем нервничаем психуем у нас все болит что-то не устраивает мы злимся и вот это все для того чтобы не пропускать и поэтому любой был он неприятный любой чтобы сказать что какие-то памятные ну больше к детскому к детскому периоду относится потому что каждый голову он воспринимался болезнен тогда казалось что все все хренеть света все больше не хочу играть не хочу ничего и каждый ну вообще дети по факту очень жестокий народ особенно когда ты в компании и они все время тебе вспоминают вот любой любой какой-то непонятный случай тебе вспоминаю тебе вспоминают но и либо ты борешься с этим как-то пропускаешь мимо ушей либо ты ломаешься и все и уходишь они не задумываются на тот момент для тебя это тяжело по поводу гола лебеденко вообще в принципе сезон прошлые болезненные был гол лебеденко ничего не поменял там просто он оказался в нужном месте нужное время и получается за близкого расстояния переправил мяч матч во первых мы надеялись вся команда надеялась весь город надеялся что приедет боевой состав ну боевой я имею именно вот 11 человек которые по моему они уже сыграли с реалом тогда если я не ошибаюсь могу ошибаться и мы надеялись что будет матч для города для для людей но приехала если я не ошибаюсь там четыре человека играла бикау защитник на бабкин ну короче не так много людей играл в основном играли резервисты либо вот ближайшая хорошая молодежь но и у нас в принципе у нас тоже был тяжелый тогда период получалось что мы через ну на третий день играли еще и кубок у нас тоже варьировали состав как бы не сказать что матч был с обилием голевых моментов упорный матч где каждый хотел победить да я помню пропустили в дополнительно дополнительном времени и я даже побежал на последний угловой я побежал получается пошла подача я вроде выпрыгнул ну понял что не достойно просто прыгнул думаешь может кого-то там дезориентирую и получается поворачиваясь и вижу что за мной так точно не скажу но я помню что я поворачиваюсь вижу как мяч залетает очень волнительно было честно сказать именно очень волнительно было в плане того что тот момент когда ты уже сам не веришь что сейчас забьем ты поворачивать и вроде бежишь туда ты делаешь все тебя зависящее чтобы забить но ты как бы все равно в душе ты чуть-чуть сомневаешься и тут просто потом думаешь блин еще еще и пинать еще оказывается все не закончилось весь честно потом легко было можно сказать как надломил их надломил не знаю и вообще в принципе серия пенальти это лотерея я знаю что во многих командах разбирают пенальтиста смотрят кто будет бить кто но именно серии пенальти кто куда бьет и человек как бы дает эту информацию и он уже момент когда серии начинается он уже знает что такое то туда другой туда ему даже гадать не надо ничего не надо делать ему надо просто не уйти раньше времени туда чтобы человек не понял что он знает он прыгает но в нашем случае такого не было не знаю интуиция какая-то интуиция просто получилось там два отбил а третий ну как я понял я могу ошибаться японец я не стал дергаться и он ждал что я упаду как бы и просто до последнего смотрел не ну как бы на меня не на мяч и ударил выше просто чуть-чуть там не и в угол прямо чуть порадовались обычный матч ну не матч который потом наверно когда-то буду вспоминать рассказывать внукам детям но просто на следующий день уже ну как бы ты проснулся и поехал на тренировку на восстановление у нас была впереди другая игра так все если бы допустим это была последняя игра сезона и мы потом отдыхали тогда и тогда отмечали месяц-два так ты сделал дело порадовался проснулся пошел на тренировку все работаешь перед выходом на поле ну такие глобальных ритуалов нет у меня я просто стараюсь не разбрасывать энергию как бы я не смеюсь не спорю я просто апатичен была я носим не ударят то я упаду упаду и вы лежать пока не поднимут это именно когда я знаю что когда я играю я стараюсь как бы всю энергию концентрировать чтобы в нужный момент ее как бы вот чтобы найти полтора часа но чистого времени чтобы у меня были силы я был сконцентрирован единственное ну могу там молитву про себя прочитать попросить перед выходом на поле чтобы как бы все было хорошо чтобы здоровье не подводила и удача была на нашей стороне когда на поле выхожу могу как бы до земли дотронуться перекреститься и все и в бой на пенальти по-разному что прям такие какие-то заготовки которые я постоянно делал просто как мне парадоксально когда бьют пенальти ты всегда будешь не готов к ним ты всегда думаешь что ну не назначат пенальти к тебе чтобы так было что перед игрой сидишь в этой игре точно пенальти будет надо посмотреть чего не делают нет все равно надеюсь что нет нет просто чувство пытаясь пытаясь найти в себе это чуйку приду гадать где что куда он пробьет и но честно сказать тут за последние сколько два или три года ну очень много угадывал именно куда бить будет не скажу что и отбивал много но именно угадывал вот был близко даже в прошлом сезоне в прошлом сезоне есть сколько мне били пенальти раз три ну весь 4 на я начитал но из четырех я один отбил еще два угадал как бы вот очень близко было один не угадал для меня значит это цитата многое в первую очередь в плане той ответственности которые нас награждают то есть у всех есть право на ошибку у всех кроме нас ну именно кроме вратарей ну нету да ты можешь выручать очень очень много ты можешь всю игру быть лучшим не команда ноль ноль играет и выручаешь там творишь все тебе как это сказать овации отпускают а потом раз 90 минута и все раз ты ошибся никто же не скажет что ты был хорош это и выручил раз 50 скажет что ну не помог где-то ошибся а через полгода вообще посмотрят скажет 0-1 образно и скажет чего был он там не был тогда уже никто не скажет и выручал через два года скажет а это тот матч когда он привез на у них вратаря не было вообще вот а так ответственность она накладывает отпечаток ну по крайней мере я такой человек что чем больше мне ответственности на мне лежит теме больше стараюсь работать тренироваться чтобы в первую очередь у меня к себе претензий не было что я что-то не сделал что я где-то схалтурил где-то не добежал где-то не сделал какую-то работу когда я чувствую что я неделю допустим перед игрой я вот полностью отработал да я сделал больше чем другие образно говоря я чувствую силу в себе я чувствую что я могу помочь команде я могу выручать а когда вратарь выручает помогает ну это реально это не просто также фраза появилась понятное дело что один вратарь не может выиграть без никого там ему все равно даже если человек просто стоит ничего не идет он уже какую-то помеху для бьющего оказывает ну ну вратарь очень много делает он может очень много сделать чтобы по крайней мере команда не проиграла при условии что будет удача будет фарт не без этого все взаимосвязано на разминке матча с торпеда почувствовал что недомогание в ноге и как бы но не придал внимания если вы помните условия были тяжелые как бы дождь поле ноги чуть-чуть ехали как бы и так тяжело для здорового организма поляна была но видимо под действием того что потянул заднюю поверхность бедра и много выносил ну как бы именно нагружал ее можно сказать она как бы достигла ну как-то хороших размеров но не скажу что прям каких-то сумасшедших серьезных но и немаленькая немаленькая и поэтому после игры сделали узи тренерский штаб запретил тренироваться сказали что надо восстанавливаться и с тех пор сколько уже две третья неделя идет но я выполняю какую-то работу но не занимаюсь в общей группе лечусь делаю контрольные узи жду с нетерпением когда меня обрадует врачи что все заросло можно заработать в полном потому что на самом деле тяжело когда ты видишь как что твои ребята бегают тренируются да просто тупо можно сказать они негатив весь свой на тренировки оставляю побежал устал спотом все вышло довольный человек счастливый а ты сидишь не потеешь не потеешь злишься ждешь каждый день это как это смс к зарплате ждешь каждый день когда 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 значит и растешь не за не зарастаешь на поэтому я надеюсь что самое ближайшее время думаю неделю максимум две я уже буду в общей группе я надеюсь божья помощь так будет дальше буду тренироваться и стараться приносить пользу не только своими интервью но можете игрой на поле спасибо большое что послушали меня до свидания я хочу пригласить вас на ближайший домашний матч нам нужна ваша поддержка вам может показаться что нету очков нету игры что мы зарабатываем деньги что мы халявим что мы чей-то хлеб отбираем нет я скажу вам честно все стараются ребята все отдаются по полной и все хотят побеждать я прошу вас давайте совместными усилиями добудем эту победу а дальше уже пойдет поедет так что приходите поддержите команду в матче с мордови